Помнишь Драконнику? Это ультра-няшная игра с нон-таргет-боевкой, огромными монстрами и эпическими сражениями. Взгляни на старую добрую игру по-новому. Успей зарегистрироваться по ссылке в описании и получи приятные бонусы. Открытие уже в эту субботу. Всем привет! Вы на канале Вульфий Нитрич и сегодня мы играем в Black Desert. Наконец-то добралась я до видео о том, как правильно ролить скиллы у коня. А делаем мы это для того, чтобы из коня, из обыкновенного сделать рысака, а уже потом из рысака пытаться сделать пегаса. Либо просто, если нам нужна лошадка с быстрыми скиллами, но к сожалению на 30 уровне она не получила ни рывок, ни дрифт, ни карьер, ни двойной рывок. Также в будущем разработчики обещали нам ввести Буцефала или Огненный Конь Вороной и Единорога. Единорог уже кстати был анонсирован, так что ждем. Все советы мои сегодняшние основаны на опыте моих знакомых и лично нашем опыте с Нитричем. Здесь, как и в заточке, нет 100% тактики, как получить 100% какой-то результат. Все равно остается чуточку рандома. Но есть хитрости, благодаря которым можно снизить затраты. Как к примеру, скиллы я разделила на 4 группы. Первая группа это скиллы, которые нужны нам, чтобы конь считался рысаком. Напор, дрифт, карьер, рывок, шаг в сторону, скорость, рывок и скорость, шаг в сторону. Это набор для восьмерки. Повторюсь, из рысака, только из рысака можно дальше пытаться пробудить Единорога, пегаса, либо Вороного коня. Второй набор это те скиллы, которые чаще всего выпадают и если же мы будем их постоянно менять, то они опять-таки будут возвращаться. Проще говоря, скиллы, у которых шанс получения очень высокий, лучше не трогать. Потому что если первый раз мы его поменяем, то во второй раз он с максимально большой вероятностью вернется к нам снова. Тем самым мы удорожаем процесс ролла скиллов. Это, как видишь, удар копытами, удар копытами 2, осторожность и лошадиное ржание. Если ты заметил, если прокачивал лошадок, то именно эти скиллы у нас чаще всего получают практически все скакуны. Дальше, третий набор это скиллы, которые я считаю нужны. Высокий прыжок, он очень полезен. Это для того, чтобы на тех же осадах, либо по дороге к боссу ты мог перепрыгивать заборы. А также конкурк, это когда ты по камням, просто прыжок за прыжком без перерыва, он как зайчик прыгает. Ну а взять пассажира скилл очень нужный, но не у всех лошадей он может быть. В частности, у рысака, если я правильно поняла, этого скилла быть не может. Ну и четвертая группа умений, это те, которые я рекомендую ролить. Быстрая посадка, удар копытами сила, быстрый старт, резкая остановка, шаг назад и сила, удар копытами 2. Эти умения, в принципе, нам никак не нужны. Естественно, они полезны. Так же, как и быстрый старт, так же, как и резкая остановка, быстрая посадка. Но они не нужны настолько, чтобы их не трогать. Ну и шанс получения этих скиллов ниже, чем у второй группы. Далее, что нам нужно для того, чтобы ролить скиллы? Для начала нам нужны итемы специальные. Они так и называются. Печать смены навыков скакуна. Продаются в магазине за жемчуг, за 120 жемчуков. Нет никакого ограничения, сколько раз ты можешь использовать эту печать. Что еще следует помнить перед тем, как начинать троллить скиллы? Давай я буду говорить о восьмерке. По той же схеме мы работаем с семеркой, шестеркой, пятеркой и ниже грейды, если так нужно будет. Так вот, у коня есть максимум умений, которые он, в принципе, может получить. Но докачавшись до 30 уровня, бывает, что конь попался глупенький. И у него, к примеру, всего изучено 13 или 14 навыков. И не хватает при этом наборе двух или трех для рисака. К сожалению, с таким конем будет сложно и дорого его заролить. Чисто по-человечески я рекомендую такого коня сбагрить на аукцион и попытаться поймать и выкачать нового. Если же все-таки не хочется расставаться с этим конем, есть еще одна хитрость. У нас есть итем на смену окраса питомца. Называется он «Купон внешнего вида лошади» и стоит в магазине 550 жемчуга. Когда мы меняем окрас, с неким шансом скакун может получить новый навык. Но шанс там настолько маленький, что может из 10 переокрасок не выпасть ни один навык. Но этот хитрый способ, скажем так, для богатых. Бедным я рекомендую избавляться от глупого коня и искать нового. Всего у чистокровного коня может быть 19 скиллов. У коня не чистокровного, не знаю как его назвать, на 4 скилла меньше. Это максимум. Так вот у нитра было у рисака 14 скиллов. В свое время однажды он удалил навык «Осторожность», иначе было бы у него 15 скиллов. Удалил он через свиток удаления навыка, тем самым из 15, как ты понял, делается 14. Но навык навсегда удаляется. Ну как навсегда? Когда ты начинаешь ролить скиллы, этот навык, естественно, может выпасть. Так вот у нитра 14 скиллов, и не хватало лишь одного боковой шаг «Скорость». И пришлось потратить целых 17 попыток. Только на 18 этот скилл зашел. Давай теперь перейдем к самому процессу. Как это выглядит? Сдается конь в конюшню. Предметы на смену навыка скакуна лежат у нас в сумке. Подходим к конюху, и у нас есть кнопочка «Изменить». После скилла, который нам нужен, нажимаем кнопочку «Цель». После каждого фейла у нас накапливаются своеобразные лаки. Так же, как и при заточке. Которые якобы шанс в следующий раз получить именно этот навык увеличивают. Но, сам видишь, да? 17-18 попыток. Все эти лаки – это рандом чистейший. Предлагаю вернуться в то время, когда мы для нитрича пытались сделать рысака. И вот сам смотри, как это было. Редактор субтитров А.Семкин В общем, конь – такой конь. Мало того, что потрепал нервы, когда пытались вырелить скилл для рысака, так теперь он трепет нервы и не хочет пробуждаться в Пегаса. Кто следит за нашими стримами, уже знает, что более 10 попыток было сделано на пробуждении Пегаса. У нитрича появился даже второй рысак, на котором он также уже более 5 попыток сделал. В общем, то ли карма у нитра плохая, то ли кони бракованные нынче. Жду под этим видео твои комментарии. Как ты ролил скиллы, как твои успехи с пробуждением Пегаса, если ты это делал. Ну и, возможно, в твоей теории ролла скиллов есть какие-то отличия. Очень хочу их услышать. Ссылки на полезные модули, а также на игру найдешь в описании к этому видео. Делись этим видео с друзьями, обязательно поставь палец вверх и заходи в группу ВКонтакте. И если ты еще не видел последнее наше видео, жми на кнопочки и смотри. Рифт, который добавили и полный обзор последнего обновления. Ну что ж, до встречи на просторах игры. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok